Сегодня у нас очередная встреча по проекту речные променады и мне очень приятно приветствовать вас еще в одной локации города Нарвы, это Цитрус Проджект, центр праздников и развлечений, больше, конечно же, для детей и меня зовут Евгений Оленин, руководитель этого центра. От себя хочу сказать, пожелать участникам успехов, хочу пожелать им плеснуть своей эрудицией с учетом того, что небольшой, как говорят сейчас, с учетом тех камерных вопросов, которые подготовили организаторы, если он немножко ознакомился, я думаю, что для многих сегодня будет день, скажем так, открытий. Тогда как всякий видит, кто не слеп, что наша посвященная столица огромнейший разбойничий вертел. Не те эмоции, все-таки, когда ты присутствуешь вживую на мероприятии с другими командами, оно по-другому ощущается. Ну, были моментами сложные, но в целом мы справились. Когда ты находишься в одной аудитории вместе со своими противниками, это более эмоционально и более захватывающе. Но в условиях пандемии мы все понимаем, все принимаем и, конечно, мы стараемся выжить по максимуму из всех предостающих нам возможностей. Командное умение разгадывать ответы, думаю, да, раскрылось. Мы очень хорошо слушаем, думаем, понимаем и схватываем с полуслова. Мы, скажем так, формируем новую историю, которая в будущем будет востребована поколениями, которые придут нам на смену. И помимо инфраструктуры, что хочется отметить, очень важно, что мы занимаемся и работой, которая позволяет нам не просто создавать инфраструктуру, а создавать инфраструктуру, которая будет востребована и которая будет развивать не только территорию береговой линии, территорию променадов, но и городов в целом. Добрый день всем. Меня зовут Тимур. Я представляю компанию Института территориального развития и планирования Мурбаника. Мы совместно с Иван Городом и Нарвой непосредственно работали над проектом набережных с точки зрения привлечения на эти набережные туристов. Рада, что наша молодежь откликается, приходит, участвует. Вы большие молодцы. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»